турниром, который стартует прямо сейчас матчем Нева-лидер Ливония-Латвия. Санкт-Петербург-Россия и команда ЛСП Ливония из Латвии. Санкт-Петербург-Россия и команда Ливония-Латвия. Санкт-Петербург-Россия и команда Ливония-Латвия. Ну и Нева, напомню, это команда, которая у нас участвует в Федеральной Рыгбийной Лиге и пока идет на первом месте по ходу этого сезона. Но сейчас Ливония, посмотрите, как все быстро получается у игроков из Латвии. Первая же атака заканчивается попыткой и счет становится 5-0. Впереди реализация по центру ворот. И реализация точна 7-0 выигрывает Ливония. Ну и давайте о составе этой команды поговорим. Агия Абельницы номер 1, Виктория Брикманы номер 2, Елина Цебура номер 3, Санта Джены номер 4, Дита Касса номер 5, Эвиджа Кролиса номер 6, Анна Лесковица номер 7, Марта Азола номер 8, Даниела Сокачина номер 9, Синдия Сирака номер 10, Лига Светлова номер 11 и Джастин Викс. Джастин Викс на номер 12, это у нас Ливония. Болельщики скандируют Питер, Питер, конечно, сейчас поддержка команде из Санкт-Петербурга просто необходима, тем более, что они уступают 0-7 и начало матча явно девчонкам не удается. Смотрим, что получится. И вот первое, первое такое неплохое действие в атаке. Это была 10 номер. Оксана Шадрина, лидер команды, один из ведущих игроков Невы. Ну, а вот это у нас есть первый прорыв. Жаль, что он не получился результативным. Это была Анастасия Коптьева, 15 номер. Ухватили ее за регбийку и в итоге завалили на газон. Но, тем не менее, отметим для себя, что Нева более-менее приходит. Приходит с себя, начинает атаковать. И это очень приятно. Жаль, что такие ошибки допускают, как сейчас девчонки в раке. Завал в раке фиксирует главный арбитр встречи. И к штрафной латвийской Ливонии. Что тут будет? Либо удар в аут, либо розыгрыш. Нет, в аут не собираются бить латвийки. Поэтому сейчас они будут атаковать на руках. Хороший удар в плане сильный. Но непонятно, на кого рассчитан. Потому что никто из девчонок из Ливонии особо набегать не собирался. При таких ударах обычно следует чувствовать партнера. Знать, что он будет делать, дабы набегать и стараться за мяч зацепиться. Но в данном случае никто из девчонок в полосатых регбиках особо рвение не проявил. Ну и более того, у нас вне игры сейчас. Надо быстро разыгрывать, пока Ливония не вернулась назад. Ну как же так небрежно-то играют наши девчонки. Татьяна Ведехина атакует. И будет первая попытка, мы надеемся сейчас. Да, 13 номер. Татьяна Ведехина делает счет 7-5. Хорошо, Таня успела еще до центра ворот добежать. Дабы ее партнерши по команде было удобнее пробивать реализацию. Ну и давайте о составе. Не вы, я сразу скажу, пока пауза есть. Анна Федорова, 1-й. Ирина Смирнова, 3-й. Наталья Власова, 4-й. Миляша Тимирбаева, 5-й. Анастасия Вдовина, 6-й. Алена Федорова, 8-й. Людмила Стрекина, 9-й. Оксана Шадрина, 10-й. Анастасия Кузнецова, 12-й. Татьяна Ведехина, 13-й. Татьяна Кручинкина, 14-й. Анастасия Коптьева, 15-й. И у нас реализация точна, 7-7. Вот успел я в паузе назвать состав не вы. Хорошо, девчонки сравняли наши. Смотрим, что будет дальше. Очень много ногой бьет Ливония. Если честно, не совсем понятно, какая логика в этих ударах. Но здесь все понятно. Потери не вы. Удар по земле. Себе нужно дальше пробивать. Потому что, да, вот, возможно, момент был упущен. Время потерял игрок Ливония, когда подбирая мяч. Тем не менее, она сохранила его. Есть еще одна попытка. Не успели. Не успели девчонки из Нивы вернуться назад. Очень много Ливония играет ногой. Больше, наверное, свойственно для игры в классическое регби. Такие действия. Но, тем не менее, мы видим, они все-таки в итоге приносят удачу и успех. Ливония и команда из Латвии выходит вперед во второй раз в этом матче. 12-7. Реализация по центру ворот не точна. Не точна. В футболе, вот, за это бы, соответственно, в футболе был бы гол. Но в регби это очков такой удар не приносит. 12-7. Снова Ливония выходит вперед. Нива владеет мячом. Пока российская команда проигрывает и теряет сейчас мяч. Ваут выталкивает игрока Нивы. И сейчас коридор Ливонии будет, ну, метрах в 20, наверное, 5-27 от зачетного поля Нивы. Питер, Питер, скандирует трибуны. Поддержка хорошая у Нивы. Еще бы результат всех нас порадовал бы девчонок из Нивы. Но пока-пока радоваться нечему. Проигрываем мы 7-12. И Ливония атакует. Атакует захват. И украли мяч хорошо. Поработали на земле девчонки из Нивы. Мяч забрали. Еще бы сейчас атаку какую-нибудь свою придумать, придумывать бы, нарисовать. Ну, посмотрим. Захват будет. Захват есть. Но игрок Нивы продолжает свое движение. Рак. Передача. Еще пошире бы сыграть. Хорошо. Еще одна передача. Шадрина. Здесь Оксана сама-сама пытается уйти. Но жестко ее встречает. Но хотел сказать в пределах правил. Нет. Судя по всему, арбитр дает. Держит он руку преимущество. Да. Если сейчас Нива это преимущество не использует, то арбитр вернет мяч на место первоначального нарушения. Но, видимо, преимущество это было реализовано. Нет, не реализовано. Не реализовано. Не реализовано. Вне игры фиксирует арбитр встречи. А так бы Ливония могла совершить третью свою попытку. Но не было. Это преимущество реализовано Нивой. И арбитр вернул мяч на место нарушения. Вот помните, вот тот захват. Он выполнялся с нарушением правил. Игрок Ливония находился вне игры. Атакует. Атакует Нива. Сейчас вот много девчонки владеют мячом. Но в завершающей стадии не получается. У них теперь ошибается. Оксана Шадрина. И на этом первый тайм у нас завершен. 12-7. Пока в историческом первом матче женского турнира в рамках Кубка чемпионов выигрывает Латвийская Ливония. Перерыв. Друзья, ну что же. Нужнается, нужнается команда из Петербурга. Милая лидер. Вашей поддержке. Давайте. Питер. 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 Друзья, кто сегодня первый раз на рэпе? Питер. Питер. Я тоже, скажу честно. Мне нравится. А вам нравится? Да, супер. Кто еще будет, друзья? У нас самые-самые первые игры. Сейчас проходят игры первого круга для всех команд. Сахар Сурова у нас начались игры второго тура во 1430. Церемония открытия турнира официальная, в которой принят участие в том числе Иван Хробыстин, известный российский актер, а также старший тренер сборной России по агробе Вайселя Стерели, номинутый на весь мир агробист из Фиджи, который сейчас развивает российское регби, и делает так, чтобы этот вид спорта, который, между прочим, уже входит в олимпийскую программу, в 2016 году в Лире-Джинейле были разыграны впервые агробистские медали именно в направительности рэпби. Рэпби-7, сборная Фиджи тогда отражала победу, ну и в 2020 году в Токио снова рэпби-7 были в олимпийской программе, и сборная Россия, что женская стопушка, бьются на правах играть в олимпийских играх. Ну а у нас в центре внимания Кубок Европейских Чемпионов, и второй тайм матча между Невалейдером и Лимонией. Поехали. Второй тайм матча женского турнира. Нева лидер против Латвийской Ливонией. И после первого тайма наша команда, к сожалению, проигрывает 7-12. И сейчас мы имеем возможность на попытку Шадрина, но подобрать Оксана нет, не получается. К сожалению, не получается. Зато будет схватка в 5 метрах нашей команды. И, наверное, единственное правильное решение в данной ситуации приняла игрок Ливония, потому что, если бы она начала бы медлить, могла бы быть потеря мяча, и далее уже потенциально попытка питерской Невы. Но здесь быстро разобралась девчонка из Ливонии, просто-напросто-таки выбила мяч за пределы поля, и получили сейчас мы схватку в 5 метрах, которую разыгрывает Нева. Необходимо сейчас нам хорошо разыграть свою схватку, вывести чистый мяч, дабы спокойно уже начать атаку. Смотрим. Давление Ливонии в схватке, тем не менее мяч выводим, но не чисто. В этом и проблема. Шадрина, Оксана Шадрина сама. И есть попытка, есть попытка питерской Невы. 12-12. Десятый номер Оксана Шадрина совершает занос и сравнивает счет в этом матче. Питер! 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 Ну и сразу скандирование трибун. Питер, Питер. Да, конечно, приятно, что девчонки наши снова отвечают попыткой на попытку. Реализация неточна, тяжелая позиция была. И неудивительно, что мяч не попал в ворота. 12-12. Ничья. И ждем, что будет дальше. Пока предсказать, чем закончится эта игра невозможно. Ждем продолжения и небольшая пауза у нас. Атакует Ливония. Такая крупная габаритная девчонка. У латвейка габариты больше подходят, конечно, для классического регби, для регби-15. Но, видите, иногда игроки крупного телосложения выступают и в семерке. В данном случае такой представитель у команды Ливония. Назначаемая схватка. Ливония переталкивает. Но арбитр просит снова разыграть. Это стандартное положение. 12-12. Ничья. Сейчас каждая схватка, каждый прорыв, каждый коридор может сыграть свою ключевую роль. Заваливается схватка Ливонии. Мяч у Невы. И потеря, снова потеря. На этот раз плохая скидка была у питерцев. Девчонок не посмотрел игрок, куда скинул мяч. В итоге прямо в руки игроку Ливония. А сейчас не отпускали захваченного игрока наши девчонки. И за что получили штрафной. Не было релиза. И сейчас Ливония снова атакует. Шире нужно сыграть. Нет. Здесь захват. Захват нужен. Есть захват. Но скидка мяча подоспела. Посмотрите, какая идет битва буквально на земле за мяч. И сейчас в этой борьбе, в битве, в конкретном эпизоде выигрывает Нева. Этот момент, как жестко, ручку ставил игрок Невы. И нарушение правил в Раке уже со стороны Ливонии. 12-12. И будет разыгрывать мяч команда из Санкт-Петербурга. Смотрим. Ну, посмотрите. Ну, кто первый здесь будет на мяче? Еще, еще. Ну, чуть-чуть совсем нет. Буквально в последний момент из-за спины нашего игрока выскочил игрок Ливонии. Ливонии схватила мяч и поймала мяч и приземлила его в зачетном поле. По идее, здесь должен быть удар с отскока. Потому что удар с отскока. Потому что именно в зачетке уже мяч взяла девчонка из Ливонии. Нет, нет, все правильно. Если бы игрок Ливонии в поле бы мяч схватил бы и упал далее в зачетку, приземлил, была бы схватка в 5 метрах. Но поскольку игрок Ливонии мяч уже в зачетке поймал и приземлил, поэтому будет удар с отскока с 22 метров. Ну, и показывают девчонки Ливонии, что оказывают травму их игроку и останавливают арбитр встречу. Думаю, сейчас секунд 10-15 и игра возобновится. Интересный был момент, опасный. Была, была Нева близка к попытке, была близка к тому, чтобы впервые в матче выйти вперед, но не получилось. По-прежнему 12-12 ничья. Вот удар с отскока мы видим. Питер снова с мячом и начинает свою атаку. Ну что, второй тайм Невам никуда больше нравится, нежели в первой половине. Такая у нас идет заруба. Настоящий, вот есть прорыв, и есть прорыв. И впервые в матче Нева выходит вперед. А автор попытки Наталья Власова, четвертый номер, 17-12. Ну, наверное, согласитесь вы со мной, что вытекала эта попытка из хода второго тайма. Нева играла лучше, Нева больше атаковала. И вполне заслуженно, что пришла эта третья попытка Невы. Заслужили, вымучили, дотерпели и вышли вперед. Но это еще не конец. Время еще есть. И вполне возможно, что Ливония еще совершит свою попытку, да, ответит. Но нам бы этого всем очень не хотелось. Покрупнее команда из Ливонии. В этом плане, конечно, реализация не точна. Пробивала Алена Федорова в восьмой номер. В том плане, что габаритным игрокам, еще раз говорю, в семерку сложнее играть. А у Ливонии команда, конечно, куда более мощная, чем у Невы. Захват, рак. Ну и трибуны еще больше поддерживают, еще громче. Больше народу уже включается. Питер, Питер. Тяжело сейчас Питеру и прорыв, прорыв. Надо останавливать, надо останавливать. Есть захват, хорошо. Уже как в пятнашку атакуют Ливонии. Сейчас бьют они рядом с раком. Мощно очень. И нет, смотрю сразу на судью. Он руку не поднимает. Значит, что Питер пока отбивается, пока свою зачетку оберегает. Но очень опасно. Буквально несколько метров остается до зачетного поля Невы. Захватывать, захватывать. И побежала, побежала по дуге игрок Ливонии. И есть попытка. Есть попытка. Но плюс я вижу в том, что далеко от центра ворот был приземлен мяч. Поэтому реализацию будет сложно забить. Игрок у Ливонии, тем не менее, снова ничья. В этом матче упорнейшая встреча. 17-17 на табло. Малая арена стадиона Петровской. Пока ничья. На наше счастье Ливония не забивает реализацию. На этом матче завершен. Неужели ничья? Да, ничья. 17-17. Великолепная игра. И, наверное, обе команды заслужили не проиграть в этой встрече. И пусть будет так, что закономерен этот итог. Итак, 17-17. И мы отдыхаем минутку и возвращаемся снова на поле малой арены стадиона Петровских, где продолжится матч женского турнира среди женщин. Испания и Джорджио Лейдис Грузия.